Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня, как обычно, полноценный обзор, не совсем уже, конечно, новиночки, Samsung Galaxy A34 5G. Давно не держал в руках смартфон этой марки, если честно, очень неоднозначный получился аппарат. Отличный по яркости и видимости экран, камера для своей цены просто превосходная, хорошая оболочка и автономность, но есть и критичные минусы, которые могут кардинально поменять мнение о смартфоне у некоторых людей. Впрочем, подробнее уже в обзоре, как всегда, со всеми тестами. Погнали! Коробка в стандартных самсунговских цветах, маленькая, узенькая, а все потому, что в комплектации только сам смартфон, инструкция, ключик для лотка SIM-карт и кабель зарядки Type-C на Type-C, чехла, блока зарядки, защитного стекла, ничего нет. Корпус и боковые рамки у смартфона пластиковые, но хорошо, что он матовый и отпечатки пальцев почти незаметны. Грани у смартфона прямые, рамка слегка выпуклая, стекло Corning Gorilla Glass 5-го поколения, прямое, не выпирает, идет вровень с корпусом. Защитной пленки нет, но олеофобное покрытие самого стекла здесь отличное. Камера состоит из трех модулей, который почти не выпирает. Смотрится это минималистично и красиво. Лоток гибридный, или две симки, или симка плюс карта памяти. Переходим к экрану. 8-битный AMOLED 6,6 дюйма. Разрешение Full HD+, плотность пикселей 390 ppi. Обещают пиковую яркость до 1000 нит. Есть возможность установить частоту обновления экрана в 120 Гц на постоянку. Промежуточный в 90, как и динамический, не предусмотрено. Рамки у смартфона, надо сказать, не самые узкие. И боковые довольно широкие, и подбородок приличный, да еще и вырез каплевидный. Все это вкупе немного честно убивает внешний вид, потому как обычно такой мы видим смартфонов в два раза дешевле. Мультитач на 10 касаний тут все в порядке. Яркость для AMOLED не самая большая, всего 165 кандел на метр квадратный. Но, несмотря на это, на улице экран видно отлично, все читаемо, никаких претензий абсолютно нет. Белый цвет нормальный, но под сильными углами уже появляются цветные пятна. Они не мешают, но они есть, это просто, ну, говорит о качестве дисплея. Можно сравнить с моим 12T, так сказать, на контрасте. И опять же под большим углом справа белый такой же белый, а слева появляются цветные пятнышки. Дисплей AMOLED, даже супер AMOLED, поэтому надо проверить ШИМ. Технологии ШИМ затемнения нет, и вот результат, пожалуйста. На полной яркости ШИМ более 40%, он таким же и остается вплоть до половины шкалы яркости. А если опустить до 25%, то пульсация достигает 120%. И это, конечно, ну, просто отвратительный результат. Пока знаю две компании, которые так относятся к своим AMOLED, это Samsung и OnePlus. Поэтому, если у вас есть хоть какой-то намек на то, что глаза чувствительны к ШИМу, то обходите данный смартфон стороной однозначно. Что в итоге по дисплею? Если не бояться ШИМа и не зацикливаться на поведении под большими углами, то дисплей приятный, отзывчивый, яркий, читаемый, но выводы уже делать, конечно, только вам. Выпускается смартфон в четырех цветах. Черный, голубой, лаймовый и вот такой со светлым градиентом. Ссылки на покупку по минимальным ценам оставлю, конечно же, в описании и в закрепленном комментарии. Что по разъемам, друзья? Сверху микрофон для шумоподавления и лоток под сим-карты. На левой грани ничего нет. Внизу микрофон, порт зарядки Type-C, насколько я понял, еще один микрофон и основной динамик. Ну и справа стандартный набор кнопок питания и качельки громкости. Сканер под экраны работает, надо сказать, не очень быстро, хотя куда нам с вами торопиться, да? Разблокировка по лицу также срабатывает с небольшой задержкой. Вес смартфона 199 грамм, габариты можете посмотреть на экране. В руке лежит отлично, никакого неудобства нет, ощущается значительно легче своего реального веса, я пользовался с комфортом. Приятным бонусом идет еще стандарт защиты IP67. По заявлению производителя на своем официальном сайте, это означает защиту от проникновения воды в течение 30 минут на глубине 1 метра. Индикатора пропущенных нет, есть Service on Display. Хороший, полноценный, вы всегда можете видеть время на экране блокировку, дату и день недели, пропущенные вызовы или непрочитанные уведомления. Ну и зарядку тоже. В настройках можно поставить, чтобы он работал в экономном режиме, то есть 10 секунд и тухнет, или чтобы светил на постоянку здесь, как вам удобнее. Можно выбрать разные стили часов, например, с календарем на месяц или с ближайшими напоминаниями, или просто поставить забавную картинку. А вот датчик приближения, друзья, к сожалению, виртуальный и срабатывает только от характерного подношения смартфона к уху. Во всех любых ситуациях, например, когда вы захотите прижать смартфон плечом или отодвиньте смартфон от головы, есть большущий шанс, что вы начнете потом ушками на включенном экране нажимать на громкую связь, отключать микрофон. К сожалению, знаем, проходили. Звонилка установлена фирменная от компании Samsung. Запись вызовов, к сожалению, в ней я не нашел. Верхний динамик нормальный. Если не задирать его громкость на максимум, то окружающий вас и не услышит. Качество сигнала в хороших условиях у смартфона отличное. Как всегда, для наглядности сравнивал со своим 12T. За 20 минут тестирования в условиях плохого сигнала смартфон также показывает себя хорошо. Так что за прием сигнала может быть спокойным, во всяком случае на МТС. Я все тесты провожу именно на этом операторе. Присутствует агрегация частот. Что же, неплохой бонус, надо сказать. Как мы видим, два канала передачи, 7-й и 20-й бенд на месте. Все в порядке. Продолжаем дальше. Из коробки работает на 13-м андроиде. Поверх установлена фирменная оболочка компании One UI версии 5.1. Работает система вроде бы плавно, без тормозов. Приложения открываются, опять же, вроде бы достаточно быстро. Но где-то все равно мне чего-то не хватает. Я бы посоветовал, наверное, покупать версию с 8 гигабайтами АЗУ. Благо, такая также имеется в продаже. NFC есть. Wi-Fi стандартный пятого поколения с поддержкой 5 ГГц. 5G также на месте. Версия Bluetooth 5.3 поддерживается все стандартные кодеки. Также есть поддержка кодек LDAG и кодек IPTX. Правда, без его продвинутых версий. С GPS полный порядок. Спутников видит много. Точность 1,5 метра. Отличный результат. Позиционирование на карте также без проблем. Как видите, по тротуару, дальше вдоль дороги аккуратно. Затем пешеходный. Потом снова по тротуару, вдоль дороги. И дальше, 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 дальше. Здесь все отлично. Процессор в смартфоне Mediatek Dimensity 1080 на 6-нанометровом техпроцессе. Два производительных и шесть энергоэффективных ядер. За графику отвечает работающий с ним в паре Mali-G68. В Antutu 10-й версии набирает нормальный для себя 564 тысячи баллов. Результаты бенчмарка Geekbench также можете посмотреть на экране. Порадовал троттлинг-тест. Целый час на 100 потоках. Все время в зеленой зоне. Троттлинг минимальный. Не более 90%. Средняя производительность. 245 гипс. Отличный результат. Ничего не скажешь. Оперативной памяти 6 или 8 гигабайт. У меня версия 6. Тип LPDDR4X. Расширения памяти нет. Или я его просто не нашел. Для меня система, к сожалению, новая. Внутренней памяти 128 либо 256 гигабайт. Тип памяти UFS 2.2. Так что все стандартно. Поддерживается SD-карта до 1 терабайта. Ну что, поиграем пару минут. Глянем, на что способен данный аппарат. ФПС выведен, как всегда, сверху. Начинаем по традиции с самого легкого. Это танки. И, конечно, как и положено данному процессору, никаких проблем данная игра у него не вызывает. Ничего не лагает. Графика максимальная. С HD текстурами. ФПС все время хорошо за 100. Как видим, среднее значение за бой. 113 фпс. Движемся дальше. PUBG. Тут уже опять все по классике. Игра дает вам выбор. Либо играть на минимальной графике, но иметь 60 фпс. Конечно, никаких тормозов или фризов нет. Можно играть спокойно. Или же вы можете поставить максимальную графику. И тогда, конечно, все вокруг станет в разы красивее. Но фпс опустится до 40 единиц. Лагов, конечно, тоже не будет. Так что решать здесь только вам. На средний фпс на инфографике не смотрим. Внизу динамика. Стабильные 60. И после смены графики стабильные 40 фпс. Ну и добить, конечно, надо геншин импакт. Как же без него? Тут, к сожалению, процессору мощи не хватило. На средней графике фпс все время на уровне 30. Да и бог бы с ним. 30 тоже неплохо, скажут многие. Соглашусь. Но это если нет фризов. А тут, как видите, они постоянные. И, к сожалению, играть так честно нет никакого желания. Поэтому, чтобы играть без тормозов на 30-40 фпс, графику придется ставить на низкую. Вот тогда все будет хорошо и фрезы пропадут. Не знаю, может быть так сразу надо бы сделать, но почему-то ожидал немножко большего от него в игре. Средний фпс 31, динамики нет. За час игры в геншин падения яркости не было. Нагрев минимальный, не более 41 градусов. Заряда за час ушло 19%, что прям в самом нормативе так и должно быть. Отлично. А пользуясь случаем, хочу пригласить вас на свои ресурсы. Если хотите всегда покупать различные товары по низким аукционным ценам, то обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал «Скидоши», где я каждый день выкладываю отличные предложения со скидками, акциями, купонами и промокодами как с Алиэкспресс, так и с местных маркетплейсов. И мой основной телеграм-канал с анонсами всех видео, новостями цифрового мира и полезными инструкциями. Ссылки будут в закрепленном комментарии и в описании. Продолжаем. Что касается фишек системы, то, к сожалению, пока оболочку Самсунга знаю плохо. Поэтому обещаю изучить и потом уже подробно рассказать. Из основных. Разделение экрана есть, плавающие окна есть, игровой режим есть. Клонирование приложения, к сожалению, не нашел, но возможно оно где-то скрыто. Системного приложения радио также нет. Батареи на 5000 мАч, есть быстрая зарядка на 25 Вт. Блока, как я говорил ранее, нет, поэтому использовал купленный на Алиэкспресс блок от компании Tuki на 67 Вт. Кабель зарядки брал самсунговский из коробки. 25 заявленных Вт, держало хорошо, здесь все в порядке. За 10 минут смартфон зарядился до 24%, за полчаса до 52% и полностью за часы 25 минут. Беспроводной зарядки нет. Автономность. Стандартный опыт просмотра YouTube в качестве 1080 на яркости 50 кандел на метр квадратный. Полного заряда хватило аккуратно 15 часов просмотра видео. Прям такой, знаете, стандарт-стандартища для 5000 батареек. Опять же, хороший результат. Ночной жор. При включенном Wi-Fi, Bluetooth, вставленной сим-карте и включенной геолокации, за 7 ночных часов ушло всего 2% заряда батареи. Тоже результат приличный. Следующую ночь повторил тест. При тех же условиях также 2% ушло, но уже даже за 8 часов. Поэтому, ну, с автономностью порядок. Что касается звука. Динамик у нас один, но, насколько я знаю, из разговорного тоже льются песни. Делай такое псевдостерео, если можно так сказать. Есть долгий атмос, ну и давайте послушаем. Вполне неплохой звук. Прослеживаются даже низы. Слушать можно и нужно. Единственное, очень резко на самом верху мне показалось. Но, при необходимости, можно воспользоваться эквалайзером и подкрутить уже самостоятельно. Разделение громкости идет по 4 позициям. Уведомления и звонки отдельно. Хорошо. А еще понравилось. Также в этих позициях можно и вибрацию настроить. Чтобы при звонке, например, вибрация была очень сильная, при уведомлении потише, а где-то там вообще ее отключить. Как по мне, отличная фишка. Не встречал такого раньше. Ну и что, переходим к камере. Основная на 48 Мп Sony IMX582. С оптической стабилизацией. Правда, не самый свежий модуль, 19-й год, но вполне достойный для среднего класса. Также присутствует широкоугольная камера на 8 Мп и 5 Мп макромодуль. Камера меня, честно, порадовала. Мне кажется, это лучшее, что есть в смартфоне. У нее нет каких-то выдающихся характеристик, но она стабильная, хорошо фотографирует, быстрый фокус, все цвета естественные и натуральные. Белый-белый, красный-красный. За последний год было много смартфонов на тесте, да, не было каких-то сверхдорогих, да, аппаратов. Но если бы меня спросили, какую камеру я бы предпочел, своего 12T или эту, я бы выбрал эту. Во всяком случае, для фотографий так точно. Но сами понимаете, оценивать фото и видео через обзор на YouTube – дело такое себе. Поэтому, как всегда, в моей группах ВКонтакте и Телеге будут исходники всех фото и видео, чтобы, если кто желает, мог приблизить и оценить для себя уже качество в оригинале. В домашних условиях также получаются, в принципе, нормальные фотографии. Макросъемка чем-то особым не выделяется, но макросандартная макро. Тест записи видео Samsung A34. Форматы съемки, в принципе, стандартные. 4К 30 фпс, 1080, 360 фпс и 720, 30 фпс. У камеры имеется оптическая стабилизация, два микрофона, поэтому звук должен быть хороший. И цвета, как мне кажется, вполне естественные, смотрятся очень хорошо. Зум десятикратный. И вот небольшой примерчик, как он работает. Вот так снимает на ходу. В данный момент только оптическая стабилизация работает, да? Съемка 1080, 60 фпс. Можно включить поверх нее еще и цифровую, но тогда качество записи станет сразу автоматом 1080-30 фпс, ну и плавности это, конечно же, добавит. Фронтальная камера на 13 мегапикселей, также от Sony. Тут уже модуль не очень свежий, 15-го года, и ставит его в последнее время только Samsung. Несмотря на это, есть запись видео даже в 4К 30 фпс, ну и 1080 и 720 пишет в тех же 30. В режиме 1080 можно еще использовать стабилизацию. В дополнительных режимах съемки есть ручное фото и видео, мультисъемка, начиная, отдельный режим для фотографирования еды, со слюнками, наверное, панорама, макро, сверхзамедленный и просто замедленный, на самом деле это, конечно, одно и то же, просто первый может замедлять в 960 фпс. И гиперлапс, он же, ну, по большому счету, таймлапс. Ну что, потихоньку к выводам. Из плюсов хочется отметить. Камеру это однозначно, наличие агрегации частот. Говорят, что очень хорошая оболочка, но протестировать до конца я ее не успел, просто надеюсь сделать это в будущем. Полноценный Always-On Display, автономность в полном порядке и звук, но надо чуть-чуть подшаманить. Ну и из минусов. Опять же, у каждого из нас они могут быть свои. Комплектация. Готовьтесь с дополнительным затратом на блок питания, чехол и защитное стекло. Шим. Если есть предрасположенность, то брать нельзя ни в коем случае, глаза точно вытекут. Рамки. В смартфоне стоимостью около 25 тысяч. Не должно, как по мне, быть таких больших рамок и каплевидно вырезавши тем более. Ну и виртуальный датчик приближения. Я думал, такой бывает только у Xiaomi. Ну и подытожим в одной строчке. Как по мне, получился неоднозначный смартфон. Есть все. От отлично сделанных позиций до откровенно недопустимых вещей, во всяком случае для меня. Поэтому надо смотреть индивидуально. Допустимы для вас эти минусы или нет? Если да, то можно брать смело. Сам по себе аппарат воспользований вполне сбалансированный. Спасибо, что смотрели, друзья. Повторюсь, ссылки как на смартфон, так и на мои телеграм-каналы в описании под видео и в закрепленном комментарии. Всех благ вам и удачи. Пока-пока.